Здравствуйте, дорогие друзья! Все продолжается в мире не совсем хорошо, и поэтому нам надо улучшать изучение Торы. Торы очищает мир, мы их загрязнили. Знаете, здесь одна тема, которую очень много обсуждают мудрецы, это почему все-таки Маше не получил разрешение великий Маше, самый близкий Богу человек. Молитвы которого доходили вообще за секунду, и он не получил разрешение войти в землю Израиля. Есть много толкований об этом, но вообще, когда мы говорим о какой-то проблеме, связанной не только с великими Маше, даже с нами тоже, надо помнить выражение мудрецов, что жизнь человека на земле – это только коридор, коридор к высшей и лучшей жизни. И к той жизни, которая длится вечно и не имеет никакой параллели с земной жизнью. И вся жизнь человека на земле была спланирована Творцовым, как самое подходящее приготовление к миру вечности. А условия, которые есть единственные для того, чтобы в том следующем мире нормально жить, как по-нашему, да, это заслуги человека и его деяния в этом мире. Поэтому в зависимости от того, какие силы даны человеку, его потом как бы все спрашивают. Есть на небе такой небесный образ, написанный небесный образ Якова всегда на небе. У каждого из нас, перед тем, как спуститься в этот мир, нам показывает тот образ, то есть чего бы мы должны достигнуть в 100% потенциал, вот если бы использовали потенциал на 100%. Теперь вернемся на минуту к Маше. Запрет Маше войти в святую землю, даже похороненным нельзя было, связан с чем-то совсем необычным. Много-много толкования, еще раз говорю, например, Любавич Керебе объяснил это следующим образом. Говорит Маше, Всевышний ему сказал, святая земля не закрыта для тебя, ты войдешь в нее обязательно, но не сейчас, а позже, когда придет такое время. И вот смотрите, сказано, ты возглавлял народ в Египте, говорит Медраж, во время его исхода, и оттуда ты провел его, раступалось море, получил Тору, и ты бессменный руководитель. Неужели вот эти вот 600 тысяч людей, которых ты вывел из Египта, только мужчины остались в пустыне, а ты вошел? Представьте себе, предводитель огромного поколения, который все погибло, а он, понимаешь, пришел к цели. Наверное, это очень как-то все-таки, ну, понимаете, о чем я говорю, да? Мне кажется, это очень серьезная и основная почти причина. И с приходом Машеха написано, Маше как раз возглавит и войдет, и настоящий лидер его ищет, и он не оставляет своих подопечных. И так поступила наша праматерь Рахель, которая, мы знаем, с вами похоронена и просила за своих детей. И больше того, у Бога все справедливо, когда мы говорим о том, что Маше не вошел в землю. А кто ввел в землю Израиля евреев? Йошуа бен Нун. Но давайте опять вернемся немножко назад. Йосиф, который кормил всех, который спас всех братьев, он как бы над всеми был. Где Йосиф? Написано в наших древних книгах, что Йосиф, Гильгулим Йосифа, его перерождение, это Йошуа бен Нун, который ввел евреев в землю Израиля. То есть мы своим умом не можем понять всего, что происходит. И даже чуть-чуть копнув, мы уже понимаем, что ничего не понимаем. И так всегда с лидерами поколений. Возьмите Рабина Ахмана из Браслова, который похоронен Губани. Это была катастрофа еврейского народа с Богданом Хмельницким, неописуемая катастрофа. Головорезы не щадили ни детей, ни женщин. У меня есть несколько книг, их даже страшно печатать и рассказывать о том, что даже такого не было попозже у всяких. И сохранились воспоминания, как они разрушали дома, убивали, живьем сжигали. Но неважно, знаем мы это все. Там был, кстати, город, в котором живьем юноши и девушек собрали вместе, загнали и сожгли. Он назывался Чернобыль. В советское время на этом месте был возведен четвертый знаменитый всему миру атомной станции саркофаг. Считается, что казаки из Хмельницкого вырезали примерно 150 тысяч человек, а все еврейство насчитывало полтора миллиона. И вот Робин Ахман, он остался со своим похоронен там. И написано вот с теми людьми, с теми, которые погибли от рук Богдана Хмельницкого, он вместе с ними войдет в землю Израиля. То есть, наверное, все-таки руководитель поколения, он будет вот эту дорогу прокладывать вместе. Обратите внимание, что с поколениями, имею в виду, Маше не получил добро на вход в землю Израиля. Но тот, кто сейчас живет и имеет возможность приехать в землю Израиля, то есть у него получается больше возможностей, чем у Маше. Надо срочно воспользоваться этим, потому что, ну если самому Маше это было не дано, а нам дано, ну вперед, опережаем и здесь. Брахава и Ацмаха.